Так, уважаемые коллеги, подключаемся, подключаемся, вот у нас уже 15, 16, сейчас, буквально минуточку. Ирина Михайловна завершит свое выступление. Уважаемые коллеги, будем ждать от вас обратной связи по итогам проведения, в общем, получается, нашего республиканского онлайн-семинара. Хотим услышать от вас обратную связь. Сейчас Ирина Михайловна завершит свое выступление, и потом уже мы продолжим. Все, давайте, продолжайте. Продолжаем. И, получается, в следующем сценарии мы рассматриваем наихудший сценарий, который может произойти. То есть давайте представим себе худший Инстаграм профиль. Для чего мы это делаем, мы сейчас с вами ответим. То есть я вам скажу, для чего нужны эти сценарии. Да, ну давайте представим, просто по одному тоже скажите. Какой будет, какой вы, может быть, видели худший Инстаграм профиль, например, детского учреждения, детского образовательного учреждения? Неинтересный с одноплановыми материалами. Одноплановыми материалами. То есть только о чем-то об одном, только, например, отчеты о мероприятиях, которые посылаются, например, в те же самые курирующие органы. Да, и, ну да, есть такие Инстаграм профили, да, совершенно верно. Так, и еще? Мало подписчиков, некачественные фотографии. Ну вот то, о чем мы с вами, в принципе, сказали в лучшем Инстаграм профиле, то здесь мы отработали в худшем, да, то есть плохие фотографии, плохого качества контент, плохого качества тексты – это самый большой бич на самом деле, когда текст в Инстаграме невозможно читать, когда он оформлен, например, без абзацев, он оформлен без пробелов, он оформлен без подписи, например, и так далее. То есть есть определенные требования, определенные стандарты, ну, например, с командой ребят мы выработали стандарты. Знаете, у газеты «Известия» есть догма, так называемый документ догма, и у них прописан каждое требование к их материалам. И вот в этом году мы также прописали свою догму, вместе с ребятами работали, и наш Инстаграм профиль, ну, скажем так, стараемся держать его в каком-то более-менее хорошем состоянии. Но до лучшего сценария нам далеко. Для чего нужен худший сценарий развития событий? Чтобы понять, как мы не хотим делать, да, как мы не хотели бы, чтобы было в нашей жизни, в жизни нашего детского учреждения. И из лучшего сценария мы вырабатываем уже план действий. Ну что ж, я надеюсь, что вам пригодятся те техники, которые мозгового штурма, с которыми мы познакомились. И вот здесь я бы хотела вам такую очень важную ремарку закончить свое выступление важной мыслью, скажем так. Мозговой штурм с детьми – это огромный кладезь идей, это на самом деле так. Но очень важная штука – их систематизация, распределение задач и контроль исполнения всегда на организаторе. То есть вы с детьми все спланировали, вы написали план, но вы должны написать этот план, вы должны с детьми согласовать, распределить обязанности. И что самое главное, вы должны проконтролировать их исполнение, а после того, как проконтролировали, еще и обязательно поощрить, сказать, вот здесь вот есть плюсы, а вот здесь вот есть дельта-плюсы. И мы в своей работе встречаемся раз в неделю с ребятами и планируем следующую неделю. То есть раз в неделю, как минимум, планируется план, как мы будем освещать наш Дворец творчества школьников. И это, поверьте мне, огромная работа для редактора, огромная работа на самом деле. Ну и по итогам сегодняшнего тренинга я бы хотела вам порекомендовать две замечательнейшие книги одного и того же автора. Они сейчас в продаже, они, конечно, дороговато стоят, но поверьте, если вы их приобретете в упражнениях для различных тренингов, у вас не будет вообще никаких проблем. Это книга «Рисовый штурм» и «Взлом креатива». Спасибо вам огромное. Всего доброго. Ждем вас в нашем Дворце творчества школьников. Спасибо большое, Ирина Михайловна, за интересное выступление, практические рекомендации. Уважаемые коллеги, как мы уже сказали ранее, мы бы хотели услышать от вас ваши отзывы, обратную связь. Так, уважаемые коллеги, вообще в программе Zoom есть такое интересное приложение, можно ставить смайлики или классы, или аплодисменты. То есть первое, конечно, если вам понравилось, можете поставить аплодисменты, либо вот такие классы, мы сделаем скриншот. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вы высказали свои мысли, понравилось вам, не понравилось, ваши предложения. Потому что Дворец творчества школьников является постоянным организатором республиканских курсов совместно с Румцеду вживую. Сегодня мы онлайн целый день проводили первый раз. И поэтому хотелось бы услышать от вас обратную связь. Уважаемые коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь. Поднимайте руки. Светлана, вы сегодня у нас активны, слушайте. Уважаемые коллеги, меня зовут Светлана Исакова, я директор Домашкольников 3 Управления образования города Алматы. Хочу вам сказать огромное спасибо за сегодняшний семинар. Он на одном дыхании. У вас замечательная команда. Спасибо большое, Румсдо, потому что вот я сегодня получила максимальное количество полезной информации. И хочу предложить Ирине Владимировне, когда начнется учебный год, провести какие-нибудь курсы краткосрочные для детей по организации освещения деятельности наших организаций именно для детей. Потому что замечательный результат, замечательная интересная информация. Какие-то недельные курсы, а мы со своей стороны с удовольствием в них будем участвовать, будем оплачивать эти курсы. Ну то есть как бы это вот прямо замечательный опыт, низкий поклон вам и вашему коллективу. И поделитесь, как вы, где вы находите такое количество мужчин. Директор работает над этим. Умница, директор. Вообще это такая редкость в дополнительном образовании. Такое количество потрясающих ваших мужчин. Вы молодец большая. Спасибо. Ждем еще, уважаемые коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь, для нас очень важно ваше мнение, ваш отзыв. Коллеги, еще кто-то хочет высказаться? Слушаем вас внимательно. Может быть, есть какие-то предложения? Айгуль, давайте, Айгуль. Слушаем вас. Айгуль, микрофон включите, пожалуйста. Так, ага, вот сейчас. Сейчас слышно, слышно вас. Ага, мы вас слушаем. Сейчас слышно? Да-да-да, слышно. Ну, очень интересно было поучаствовать первый раз в таком онлайн-семинарии. Действительно, очень много полезной информации. Единственное, как бы нас немножко, наверное, интернет подкачивает, подводит немножко. Но, в принципе, все очень интересно, познавательно. И вот те игры, которые с нами проводили, прям вот действительно, все можно было, все, что сегодня было, это все можно взять на заметку. Очень полезно. И причем очень хорошая такая информация. Спасибо огромное всем, кто участвовал в этом. Спасибо большое. Вот у нас в чате тоже пишут положительные отзывы. Давайте озвучьте кто-нибудь. У нас есть время. Можно? Я хочу пару слов вам сказать. Действительно, добрый, такой содержательный, полезный опыт. Мы тогда, когда первый раз вебинар, я обратила на это внимание, поэтому я подала заявку. Хотелось бы в своем регионе тоже продолжить данное направление активно. Увидела сегодня приятное выступление мастера именно по детскому движению Фриджману. Прямо были благодарны. Действительно, очень солидное действительно выступление. Я думаю, это будет полезно для многих начинающих, которые только-только ориентируются на мастеров. Единственное, вот хотелось бы, чтобы побольше, чтобы было тоже информация выступающих на казахском языке, потому что я вижу, там некоторые пишут, конечно, казахша, но чтобы это языковое процентное соотношение, чтобы это тоже было, чтобы мы никого не ущемляли. А так, все супер, все содержательно. Хотелось бы действительно побольше общаться. Такой опыт, оно нам нужно, оно полезно для нас. Поэтому за инициативу, за поддержку благодарим Республиканский учебно-методический центр. И вот приятно увидеть действительно коллег. Вот Светлану увидела с Алматы, увидела своих коллег. Приятно, просто приятно. Просто с вами увидеться, пообщаться. Молодцы, так держать. Коллеги, мне бы хотелось заметочку сказать вам о двуязычии. Дело в том, что мы подготовили это все, но когда мы все вот это скинули именно нашим координаторам из РУМЦДО, я думаю, Салтана Адулитханна скажет, что рекомендуется делать на одном языке, не на двух языках, или казахша, или урша. То есть тут как бы это не от нас зависело. Мы сначала подготовили, так и готовили. Обязательно были лекторы на казахша и урша, но нам рекомендовали именно семинар проводить онлайн на одном языке, на каком-либо. Ну, я думаю, что следующий, думаю, семинар какой-то будет уже на казахша. Поэтому, то есть тут вот небольшая заметочка. Спасибо большое. Читаем все ваши пожелания, отзывы. Спасибо большое. Было очень интересно. Можно ли надеяться на сотрудничество? Конечно, обязательно. Вот вы говорили о том, чтобы еще провести курсы именно для детей. Мы рады будем. Это можно сделать и обмен группами, и съездить друг к другу в гости. И сделать это. Конечно, курсы будут краткосрочные, допустим, на два дня. Но организовать все это реально. Пожалуйста, обращайтесь к нам в новом учебном году, сделаем, может быть, на каникулах. Это реально все. Только будем рады сотрудничеству. Спасибо, Румцу Дуо, за организацию. Спасибо, Салтанада Улетхановне пишут, наши слушатели. Спасибо прекрасной команде Дворца. Побольше таких семинаров для детей тоже с практическими элементами. Буржанаджу Мабекова пишет, Карлыгаш пишет. Вот самое главное сотрудничество. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за ваши положительные отзывы, за ваши добрые пожелания. Мы обязательно сделаем скриншоты, заархивируем наш чат. Спасибо вам большое. Большое раз. Еще кто-то хочет сказать? Да, хотелось бы еще несколько добрых слов сказать. Областной центр творчества детей и юношества Северо-Казахстанская область, город Петропавловск. Благодарим вас за организацию проведения Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования города Усть-Каменогорск, ваш дворец творчества. Замечательные материалы, много теоретических знаний получили, практические, можно сказать, навыки. Очень интересные были материалы, опыт работы представлен. Интеллектуальная подновательная программа, как была организована, делились опытом. Технология скрам. Вообще, очень много нового. Здорово, супер. Спасибо вам огромное. Интересно. И время пролетело незаметно. Ну, коллеги, все, да, значит, или еще кто-то хочет высказаться? Можно сказать, да? Конечно. Алма-Ата, третьих поскольников, огромное вам спасибо. Дело в том, что я вот на моем опыте, это, ну, так скажем, один из немногочисленных опытов работы именно по детским организациям. К сожалению, мы вот по этому вопросу очень редко встречаемся. И вот сегодняшняя ваша тема на данный момент очень актуальна, очень полезна и очень познавательна. И такая творческая, эмоциональная встреча. Спасибо вам огромное. Будем делиться опытом, будем сотрудничать. Еще раз спасибо. Ну, коллеги, спасибо за такие теплые, хорошие слова. Конечно же, это работа всего коллектива, это работа всей команды. На подготовку ушло много времени, и, конечно же, готовились все вместе. У нас здесь есть и сетевой администратор, который нам помогает. То есть у нас есть методисты, которых вы не видите. То есть это, конечно, работа всего коллектива, не только те, кто вот выступает перед вами. Обязательно, в общем-то, участвовало много людей, весь коллектив. Ну и думаю, что наш первый опыт, как говорится, это первая ласточка. Я думаю, конечно же, сейчас можно готовить уже такие вот темы, которые самые нужные, и выходить с темами и помогать. Ну и, конечно же, очень интересная будет система вручения онлайн-сертификатов. Значит, первое, вы знаете, что первое, что у нас будет, это то, что мы обязательно вручим благодарственные письма всем нашим участникам, именно лекторам. То есть обязательно от РУМ-ЦДО будет вот такое обязательно благодарственное письмо всем. Это вот как бы онлайн-вручение. Посмотрите, как мы будем вручать все эти благодарственные письма. И вам, каждому из вас обязательно, поскольку вы прошли обучение, вот такой сертификат вручится каждому из вас, а сделает это также онлайн. Сейчас Салтанадзе Даулитхановне скинет ваш чат в электронном виде эти сертификаты, и каждый из вас распечатает и получит такой сертификат. Я думаю, это здорово, и, конечно же, я вас всех поздравляю, потому что вы получаете сертификат МОН-РК. И последнее слово, которое бы я хотела предоставить, это слово нашему координатору, выдумщику и задумщику всего вот этого онлайн-семинара. Салтанадзе Даулитхановне, ждем ваших слов. Здравствуйте, коллеги. Просто у меня сотка села, я зашла с сотки коллеги. Очень приятно видеть вас сегодня на республиканском онлайн-семинаре. Большое спасибо Галина Валентиновне, вашему дружному, сплоченному коллективу, что организовали, что провели на высшем уровне. Большое спасибо спикерам, которые выступали только на высоком уровне. Большое спасибо всем, которые сегодня участвовали, получили огромный багаж знаний. И всем желаю творческих побед. Тем, которым я успела, отправила сертификаты. Если я не успела, значит, я написала в чат. Всех поздравляю с окончанием нашего онлайн-семинара. Спасибо. Спасибо, спасибо, Салтанадзе Даулитхановне. Салтанадзе Даулитхановне, мы вам скидываем уже весь материал, все презентации, как вы говорили, чтобы вы потом уже смогли отправить слушателей. Да-да-да, конечно. Да, я слушателям все соберу, отправлю. Слушатели, все записи мы вот с нашим инженером, Антон вот здесь за кадром, все сохранили, все модули постарались вот на двух ноутбуках сохранить. Все идет в прямом эфире на Ютубе. Ссылочки мы тоже Салтанадзе Даулитхановне скинем, где вы тоже сможете потом уже просмотреть. Ссылочки будут доступны на нашем Ютуб-канале Дворца Творчества Школьников. Ну, удачи вам, всего самого доброго, набирайте сил, каникул вам хороших, веселого лета, здоровья вам, здоровья вам, вашим детям. Обращайтесь, давайте дружить, у нас есть очень много интересных моментов, которых мы можем обсудить и что-то сделать вместе. Удачи, всего доброго. До свидания, большое спасибо всем. До свидания, спасибо большое. Будьте здоровы, вы из Каменогорска, вы молодцы. Спасибо огромное, очень было интересно. Ждем вас в Астане. Обязательно, дорога откроется, приедем. Спасибо большое. Вас приветствует Дворец Школьников на Мамушала, новый дворец. Если не были, обязательно приезжайте к нам. Приглашайте, приедем. Приглашаю вас в Атрау, чтобы вы в Атрау приехали тоже. Ну, Атрау, да, знаю, приглашали уже. Спасибо, Дворец Школьников. Приезжайте, Волмарова. Спасибо огромное, Раиса Федоровна, всей команде. Очень замечательный, нужный, актуальный. Сегодня был семинар. Огромное спасибо. Спасибо, коллеги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...